Из книги «Сознание говорит. Беседы с Ромешем Балсикаром». Глава шестая. Нравственность и моральные ценности общества. Сократ и Иисус Христос были осуждены на смерть за нарушение моральных устоев общества, в котором они жили. Верно, за преступления против норм морали, царивших в то время. Это, кажется, дает мне ответ на большинство волнующих людей вопросов относительно связи между нравственностью на повседневном уровне, политическом и социальном, и состоянием сознания, о достижении которого вы говорили. Они не соотносятся между собой. Верно. Видите ли, Иисус Христос был распят не без причины. Причина этого была в тех критериях, которые господствовали в обществе и законодательстве того времени. Но это не помешало Иисусу делать именно то, что Он делал. Я не думаю о добре и зле с точки зрения законов общества. Я думаю об этом в другом смысле. С точки зрения просветленного человека, этот вопрос вообще не возник бы. Любое действие является спонтанным. Он никогда не решает заранее. Он не может решать, ибо нет ощущения, что он является исполнителем. Вопрос, должен я или не должен делать это, не возникает. В действиях просветленного нет преднамеренности? Верно. Нет преднамеренности. И если вы считаете это добродетелью, то, конечно, это добродетель. Но то, как этот добродетель обернется спонтанным действием, никто сказать не может. Есть ли в этом понимании преднамеренность, основанная на любви? Преднамеренности нет. Совсем? Совсем. Либо делать добро, либо делать зло. А просто быть инструментом. В этом состоит главное понимание. В момент действия нет того, что ум говорил, следует или не следует мне делать это. А затем, ну какая разница, ведь я не исполнитель, я инструмент. Вот это уже опять работа ума. А его нет, вы понимаете? Размышляющего ума нет. Размышляющий ум, это ум исполнителя. Как только ощущение «я» и обособленности исчезает, не возникает ли поток любви? Да. Но что вы подразумеваете под любовью? Ощущение единства. Можно назвать это любовью, или чувством сострадания, или как-то еще. Можно назвать это состраданием, можно назвать это любовью, можно назвать это терпимостью, невозмутимостью, покоем. Это все ярлыки, и они не имеют значения, нет вообще необходимости в каких-либо ярлыках. А можно ли сказать, что просветленный человек никогда бы не планировал убийство? Да, можно так сказать. Если взять высказывание Иисуса, что Бог есть любовь, оно не является полным? Да. Но понимаете, это высказывание могли понять люди, к которым Он обращался. Другими словами, сам Иисус должен был иметь понимание, о котором мы говорим? Конечно. И Он часто говорил, «Я и Отец Мой едины. Царство Божие внутри». На этот счет не может быть никаких вопросов. Иисус обладал полным пониманием, но передавая это понимание другим, Он должен был стать на уровне тех, кто Его слушал.